ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В результате авиаударов уничтожено по меньшей мере 30 боевиков. 4 февраля Россия нанесла свыше 70 авиаударов по позициям Хаят Тахри Рашам и их союзников. По словам российского депутата Виктора Володацкого, в настоящий момент сирийские и российские подразделения пытаются вычислить траекторию полета ракеты и обнаружить, каким образом ПЗРК оказался в руках боевиков. Инцидент в Идлибе произошел в то время, когда сирийская армия и другие лояльные правительства формирования сосредоточились на борьбе против ИГИЛ на северо-востоке провинции Хама. Правительственные силы освободили деревни Аджудайда, Семерия, Умхуриза, Тулайхат, Абу-Кусур и Маасаран. 4 февраля Хаят Тахри Рашам, исламская партия Туркестана и их союзники воспользовались данной ситуацией, чтобы начать крупномасштабную атаку на позиции сирийской армии на востоке провинции Идлиб. К 5 февраля боевики вошли на территорию населенных пунктов Таль-Султан, Рас-Аляйный, Борис. Основные бои проходили в населенном пункте Таль-Султан, где сообщалось о том, что силами Тигра было уничтожено 25 боевиков. Ситуация на передовой остается напряженной. 3 февраля в боях против курдских формирований было убито 7 солдат вооруженных сил Турции. Пятеро солдат погибло возле расположенного к северо-востоку от подконтрольного в АПДЖ города Африн, населенного пункта Шейх-Харус, где курдские формирования подбили танк вооруженных сил Турции. В другом инциденте в районе Африна погиб еще один турецкий солдат. Еще один солдат погиб в приграничной турецкой провинции Килис. Интересно отметить то, что Анкара продолжает заявлять о том, что в районе Африна турецкие формирования воюют с некими террористами ИГИЛ. Однако всем сторонним наблюдателям очевидно, что ИГИЛ в Африне нет. 4 февраля вооруженные силы Турции и Свободной Сирийской армии вошли в деревни Хадж-Белаль и Шейх-Хурус. Отряды YPG и YPG отразили атаки сил во главе с Турцией на деревне Блика и Шахварзе, где сообщалось о том, что ими был уничтожен бульдозер протурецких сил. Кроме того, появились сообщения о том, что группировки Филляк Аш-Шам, армия Свободного Идлиба и Харакат Нур-1 Аззинки направили своих боевиков для участия в операции Анкары Оливковой ветвь в кантон Африн. Если это подтвердится, то вскоре YPG и YPG столкнутся с дополнительным натиском непосредственно на месте боев. Продолжение следует...